Не допустить очередного краха экономики республики, возобновить плановую помощь для населения – это ключевые моменты, которые прозвучали сегодня на оперштабе. Заболеваемость коронавирусом в Хакасии бьет все рекорды. Люди продолжают умирать. Остановить распространение можно, но для этого необходим коллективный иммунитет, отметил сегодня глава региона. Либо переболеет 70% и 65% населения, либо они вакцинируются. Поэтому, в общем-то, я повторюсь, я за добровольную вакцинацию и, конечно, принудительные методы, они там больше напоминают какую-то там дурную антиутопию. Других методов борьбы не придумали. Задача – поставить COVID-19 в ряд с другими заболеваниями, будь то грипп или сезонная простуда. Впрочем, пока статистика говорит об обратном. Врачи вновь работают на износ. Целые корпуса больниц перепрофилируют под коронавирусное отделение. Страдает бизнес. Если заболеваемости дальше продолжат расти теми темпами, которые мы имеем сегодня, мы будем вынуждены уйти к более жестким запретам. Уйти в так называемый локдаун. И причем у нас есть, коллеги, примеры других субъектов, где уже ушли. Вот та же самая наша соседка Бурятия. Поэтому никто из нас сегодня не хочет каких-то дополнительных ограничений. В регион стягивают дополнительные силы. Власти Хакасии были вынуждены обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу. Накануне шесть военных врачей прибыли для работы с пациентами, больными COVID-19. Известно, что анестезиологи и реаниматологи будут направлены в Черногорскую больницу, где развернуто 38 коек. Пульмонологов и инфекционистов мы распределим по другим больницам по одному. Это существенная, конечно, помощь. Именно таких специалистов нам и было недостаточно. Что касается вакцинации, принято решение увеличить количество пунктов, где можно поставить прививку. Поступает вакцина. Партия 14 тысяч доз. Кроме этого, у населения есть нарекания о работе госуслуг, когда сертификаты и данные просто не появляются. Эту проблему планируется решить работой волонтеров.